Вместо пенсии на скамью подсудимых. До суда дошло уголовное дело в отношении мужчины, сообщившим о заложенной бомбе на одном из заводов в Нижнекамске. 19 апреля минувшего года 59-летний мужчина из своей квартиры позвонил по номеру 112 и сообщил, что в 5 утра предприятие взлетит на воздух. Для утверждения этого, говорит, у него были веские причины. Информацию ему сообщили, и он не мог не поделиться ей с правоохранительными органами. Альбина Минебаева знает, почему же вместо благодарности на него завели уголовное дело и кто рассказал мужчине о теракте. В автобусе с государственным номером 551 18 апреля 2017 года примерно в 17 часов была заложена бомба. Об этом в правоохранительные органы сообщил 59-летний мужчина. Сейчас он на скамье подсудимых. Нижнекамец просит лицо не показывать. С повинной пришел сам. На заводе работал автомехаником. Во время следствия пояснил свой поступок. Во время ремонта автобуса стал замечать, что за ним следят какие-то люди. Подумал, что хотят забрать его документы на землю. Поэтому спрятал их на территории. Позже в водительской комнате увидел в его телевизионном экране подобие сим-карты. Сделал, что это тоже слежка. На допросе рассказывал, голоса в голове убеждали, что террористы установили в автобусе бомбу. При промедлении возможной жертвы о своих убеждениях тут же сообщил в полицию. Ответ психолога. Действия Трофимова на момент совершения инкриминированного по нарушению были обусловлены психопатологическими факторами, а не его индивидуальными психологическими особенностями. Свою вину подсудимый признал частично. Дозвонил о бомбе, сообщал, но ведь искренне верил, что делает доброе дело. И попросил судей очень сильно смягчить наказание. Последнее слово о вынесении приговора отложили до 10 мая. Максимальное наказание по этой статье до трех лет заключения. Однако сторона обвинения с учетом данных о личности подсудимого и его явки с повинной запросила один год ограничения свободы. Альбина Винебаева, Гулианик Матулинов, Ахри Исламов. Вызов 112.